Отправиться в путешествие, сделать ремонт или совершить крупную покупку. Но кто из нас хотя бы раз не представлял себе, как потратить денежный приз? А вот набраться смелости и испытать удачу решается далеко не каждый, потому что, как правило, люди не верят в реальность успеха. И сегодня мы вас познакомим с теми, кто на собственном примере доказал, что удача возможной победителем может стать каждый. А вы знаете, что лотерея существовала еще в царской России? Она появилась вместе с реформой Петра Первого. Ее основателем был часовщик Яков Гасенус. Все было очень и очень просто. Дети вытаскивали из ящика лотерейные билеты, а организатор тут же раздавал призы победителям. История умалчивает, как в 18 веке люди распоряжались своим выигрышем, а вот как потратили свои деньги наши герои, расскажем прямо сейчас. У нас в гостях находятся люди, которым в один прекрасный день улыбнулась удача. Не будем долго тянуть и познакомимся с ними поближе. Первой победительницей и, можно так сказать, подругой удачи стала Евгения Царева. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Евгения, поделитесь, пожалуйста, как так случилось, что вы вообще стали участницей данного конкурса? Все произошло совершенно случайно. Мы пошли выбирать мне пальто с мужем. Купили пальто, нам предложили поучаствовать в розыгрыше. Мы взяли купон и, собственно говоря, он оказался выигрышным. Ага, то есть покупка пальто привела к счастливому дню и победе. А следующим нашим счастливчиком оказался Александр Прусов. Александр, поделитесь вы своим секретом, как же так случилось, что вы стали победителем? Это получилось вообще спонтанно. Мы поехали с супругой за постельную. Купили постельную, нам дали какие-то жетоны. Не хотели заполнять. Но супруга настояла, заставила. Я психовал, конечно, потому что времени не было. В оконцовке ожидания получились. То есть вы не верили в удачу? Да, я никогда в это не верил. А вообще в лотереи, в конкурсы, в розыгрыше? Никогда. И еще одна участница, с которой нам очень хочется познакомиться, это Наталья Казанская. Наталья, ну а в чем ваш секрет? Ну, я тоже купила комплект постельного белья. И продавец мне предложил заполнить купон. Я его заполнила, отпустила и забыла про него. Даже и не думала, что что-либо выиграю. Потому что розыгрыш должен был быть в мае, а в связи с этой пандемией, я думала, уже все разыграно. И вдруг у меня неожиданный звонок. Я даже и не поверила. А, то есть вы находились в момент розыгрыша дома и вам позвонили? Да. А расскажите, а какие эмоции были в тот момент, когда вам звонят и говорят, вот, вы выиграли? Сначала я не поверила. Я даже не понимала, что происходит. Потом я поняла, что это звонят с прямого эфира. Ну, естественно, обрадовалась. А что нужно было сказать, чтобы вы поверили, что это действительно правда? Ну, сказали, что гарантированный денежный приз. Поэтому решила, что это правда. Ясно. А вот поделитесь, вообще до этого хоть раз где-нибудь играли в какую-то лотерею или в конкурсе в каком-то участвовали? Ну, по мелочи. Это первый раз такой выигрыш. Евгения, а у вас? У меня это тоже впервые. Не верила даже, что вообще такое возможно. Получается, что, в принципе, если бы не предложили вам заполнить купон, то, в принципе, да, и не стали бы участвовать. Нет. Ну, вот видите, все-таки иногда стоит попытаться схватить удачу за хвост. Кстати, удача может улыбнуться человеку больше одного раза. Примером тому служит Джеймс Боузман, который дважды выиграл в лото, купив билеты в маленьком магазинчике. Его выигрыш общий составил 13 миллионов долларов. А поделитесь, Евгения, вы, где вы вообще находились в тот момент, когда происходил розыгрыш? На самом деле, вот в последний момент мы пришли, уже победители выходили, но было так жарко, мы даже собрались уходить, если честно. Но в последний момент я услышала свою фамилию и не поверила. То есть это все случайно? Это буквально какие-то, наверное, последние секунды, минуты до выхода вот так получилось. А у вас ощущения, какая эмоция была первая? Ну, понятно, что не верят, да, я обо мне точно. А когда вот пришло осознание, что это все вот счастье или испуг, может быть, даже? Ну, нам-то пришлось еще побороться за этот выигрыш. У нас еще был конкурс, нам нужно было сосчитать цифры. Вот, тем не менее, может быть, моя профессия бухгалтера еще помогла мне в этом выигрыше. Ну, то есть все сложилось именно так, как должно было быть. Да. Александр, а где вы бы находились в момент розыгрыша? Как вы узнали о том, что вы победитель? Так как я номера с телефона свои не помню, я даю супруги на везде. Позвонили-то супруги на номер, и она объяснила, что я вообще в больнице на операции нахожусь. И она потом позвонила мне. Для меня это вообще был шок. Но эмоций было, конечно, очень много, да, там, ну, что удача такая. Ну, все-таки надежда была какая-то, милость. Видать, не зря. А поделитесь вообще, рассказывали друзьям, знакомым? Рассказывали, всем рассказывали, но многие не верят. До сих пор не верят? Нет, сейчас уже верят. Уже видели, что я выиграла, и теперь уже поверили. А так многие не верили. Ну, я сама не верила. Ну, вообще, в принципе, да, многие скептически относятся и к конкурсам, и к лотереям. Тем более сейчас их такое множество, да, везде. Ну, то есть, а теперь вы личным примером показали, да, что все-таки это возможно. Да, теперь сама буду везде участвовать. Евгения? Буду верить, что еще, может, повезет. Нужно верить. Евгения, у вас как друзья отреагировали? Отреагировали, конечно, сначала не верили, даже было потом очень много звонков, спрашивали, действительно ли это так, правда ли. Я говорю, да, потому что не верили, что такое возможно. А друзья без вас узнали, да, что вы победительница? Да, да, некоторые узнали без меня, и просто уже позвонили, спросили, правда ли это, да. И как вообще, как отнеслись? Была ли такая фраза, что вот это, да, раньше и не думал, а теперь вот сто процентов буду участвовать? Могу сказать больше, кто-то даже побежал за покупками, чтобы участвовать в следующем розыгрыше. А вот еще одна история про счастливчиков. Июнь 2013. Суперприз, более 100 миллионов рублей разделили между собой Ольга из Волгограда и Валерий из Перми. Оба победителя решили потратить свои деньги на покупку недвижимости. А теперь самое-самое интересное. На что решили потратить выигранную сумму? Мы планировали ремонт ванной, и как раз накануне этого мы выиграли, частично потратили ремонт ванной. За городом у нас строительство идет, вложили в беседку какую-то часть большую, которую хотели. Ну, то есть это быт, начали улучшать быт свой. Да, то, на что в повседневной жизни особо не хватает, тут прямо вот оно помогло. Александр, как вы распорядились своим выигрышем? На машину потратил, какие-то части. Ну, а так еще, что еще могу сказать. Остальные положил. Расскажите, как вы решили потратить свой выигрыш и долго ли принимали решение, во что вложиться? Ну, у нас запланирован ремонт в квартире. Я часть денежных средств потратила, заказала балкон под ключ. И на оставшуюся сумму мы планируем после ремонта купить мебель, квартиру. Но тоже, тоже улучшили свой быт. Конечно. Себя, семья любимых, свою семью и в развитии. Конечно. Эти денежки оказались кстати. Будете советовать друзьям участвовать в подобных конкурсах? Конечно, обязательно. Все сомнения позади? Или все-таки еще? Нет никаких сомнений. Какие могут быть сомнения, если мы уже выиграли? Александр, ну, раз вы были скептически раньше настроены, что бы вы сейчас, вот в данный момент, уже став победителем, могли бы посоветовать тем, кто все-таки вот сейчас нас смотрит и думает, ну, это, наверное, все подстава, наверное, вот лимоны разложили здесь, и все это неправда, и людям, наверное, тоже заплатили, они сидят и говорят, что вот они выиграли. Вот что можно сказать таким скептикам? Скептикам? Что я могу сказать, что судьба, она должна распоряжаться, как она есть. То есть, если повезет, повезет, то вот как мне, то как фортуна, как говоришь, как ляжет. Надежда, она всегда есть, и вот у меня она улыбнулась. Все могу, надеяться надо всегда. Александр, дополни ваши слова, нужно верить в удачу. Ну, да, нужно. Именно тебе, именно сейчас повезет, потому что тебе нужнее всего. Друзья, спасибо большое, что вы были откровенны, поделились тем, как распорядились выигрышем, ну, и дали надежду телезрителям о том, что все-таки удачу стоит испытывать. Вот такими интересными историями поделились сегодня с нами наши герои. И недаром мне вспомнилось выражение Аристотеля, для счастья нужен еще и случай. Пробуйте, испытывайте свою удачу, и может быть, ваш счастливый случай уже ждет вас. Это была программа «Миллион на мечту». Меня зовут Маргарита Шевченко. Увидимся на Первом Ярославском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин